Друзья, приветствую вы на Ньюсейдер. У нас 25 февраля и с нами на связи наш израильский коллега военный эксперт Сергей Услендер. Сергей, привет. Привет, Саша, привет всем зрителям. Сергей, сегодня мы услышали об очередном пуске по Мариуполю. Что-то там гремит, чем-то украинцы стреляют, какое-то загадочное оружие. Уже четвертый практически день подряд. Российские оккупанты в шоке и в панике. Они сегодня пишут, что мол, да ничего не произошло, не надо тут разгонять нам взраду, да. Но тем не менее, гремит, тем не менее, уже есть видео, где что-то горит, даже вот вроде как действительно то ли повредили, то ли уничтожили там несколько единиц бронетехники. Прям вот в самом Мариуполе, я так понял, если по карте посмотреть, это в сущности, ну не центр Мариуполя, но это вот посреди него там есть такой частный сектор, и там есть то ли промзона, то ли такая офисная зона, ну вот кто знает Мариуполь, тот поймет. Короче говоря, вот там вот, видимо, то ли боекомплект лежал, то ли и боекомплект, и вот эта вот военная техника ударили вроде как туда. Но то, что в предыдущие дни точно там гремело и точно потери были, это даже сами оккупанты подтверждают. Скажи, пожалуйста, чем могут бить украинцы? То есть версий, понятно, не так много. Это либо беспилотники, либо это вот какое-то новое украинское оружие доработанное, да, ну типа Ольхи, это вот на базе смерчи. Или это GLSDB. Вот теперь, вот спустя 4 дня после того, как мы увидели этот первый удар по этому удаленному тыловому городу оккупантов, захваченному, к сожалению, вот временно, да, ими. А вот теперь, что ты можешь сказать? Какая у тебя версия? Ну я по-прежнему склоняюсь к версии, что это не беспилотники. Больно вот, ну из того видео, что уже попадается в сети, там больно уж громко громыхает, да, и прилетает так характерно, не характерно для траектории беспилотников. То есть там прям видно, что это что-то такое вот, ну ракетоподобное. Вот поэтому тут, в общем, количество версий, количество подозреваемых сужается, да, и я все-таки думаю, что это что-то западное. Вот вероятнее всего это либо какие-то новые ракеты к Хаймарсам появились с большей дальностью полета. Ну мы знаем, что GMLRS-то на 80 километров максимум долетает, да, а от ближайшей точки, откуда можно безопасно работать Хаймарсами, дальше там получается порядка 100 километров, по-моему, от Курахова, это если я не ошибаюсь. И поэтому я полагаю, что либо это что-то вообще новое, о чем просто не сообщалось никогда, либо это GLSDB. Если это GLSDB, то значит, что Запад в очередной раз, запудрив мозги россиянам заявлениями о том, что это будет только там в 2024 году, мы их сейчас будем заказывать на заводах, а у нас нет в наличии вот это все бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот под завесой вот этих заявлений под дымовой поставил вот эти вот снаряды, эти боеприпасы. И вот украинцы начали их применять. Я у себя когда-то писал, что чем хороши GLSDB, тем, что их применять можно немедленно. Для них не нужны специфические носители, и для них не нужно там особой подготовки. Это пакеты готовые для Хаймарсов поставил, пустил. Вот сегодня получили, завтра стреляем. Ну и вот, судя по всему, что-то вот такое вот украинцы получили и начали выжигать логистику уже за пределами вот этой 80-километровой зоны. Мариуполь — это побережье Азовского моря, и Мариуполь — это сухопутный коридор в Крым. То есть украинцы сейчас начинают потихонечку, вот, ну, начинают прорисовываться контуры, вот куда они пойдут во время своего контрнаступления или наступления, там, как хочешь это назови. И очевидно, что это будет вот удар на побережье Азовского моря, и сейчас они ведут такую вот логистическую подготовку этого удара, то есть выжигают там всю логистику оккупантов, просто выносят эти склады и так далее. Ну, самое интересное, что на самом деле оккупантам в данном случае некуда отступать, ну, разве что в море самоутопиться. Ну, нет, можно отступать. Почему? За границу 91-го года, пожалуйста. И мы уже давно это впрямую сказали. Убирайтесь за границу 91-го года, начинаем разговаривать. Туда прилетать не будет. Ну, если оттуда не будет прилетать, опять же. Поэтому, пожалуйста, в Крыму убирайте свою логистику, там, не знаю, куда-нибудь там, Брянскую область или там какую, какая у них там ближайшая, Ростовскую, туда. Нет проблем. Никто же как бы их не звал в Украину, правильно? Ну, вот и, пожалуйста. Я еще раз говорю, как мне кажется, Запад уже, ну, я это, опять же, утверждаю довольно давно, но Запад окончательно вот принял решение, что больше никаких компромиссов не будет, больше никаких переговоров не будет. Россия представляет из себя серьезную такую глобальную угрозу мировой безопасности, и нужно эту угрозу устранить. Раз уж так получилось, что Украина этим занимается, надо Украине дать инструменты. И вот эти инструменты начинают активно давать. Ну, все, наверное, видели эти танки «Леопард-2», которые уже заехали в Украину. Ну, тоже, когда говорили, их еще подставят, да, там речь шла про конец весны, начало лета, чуть ли не конец 24-го года и так далее, и так далее. И вот бах, и вот они уже в Украине. Их пока немного, да, но лиха беда начала, так мы и в 16-м увидим. Ну, вот как раз по «Леопардам» я бы задал вопрос, но все-таки хотелось бы по Мариуполю разобраться подробнее. Скажи, пожалуйста, все-таки, почему украинцы, если они действительно получили GLSDB, ну, неважно, у них в любом случае какое-то дальнобойное оружие-таки появилось, начали именно с Мариуполя, а, например, не с Луганской, не вот с Востока. Потому что на Востоке же там тяжелая ситуация, потому что у оккупантов именно там сейчас получается давить. Потому что они хотят рассечь им фронт. Потому что вот это направление Мелитополь-Мариуполь, оно приоритетное. Если у них получится этот прорыв и выход к побережью Азовского моря, они разрубят им фронт на две части, изолируют Крым от вот этих сепаратистских образований и от сухопутных областей России, ну, в общем, короче, перебьют этот сухопутный коридор, и Крым превращается в остров. Потому что от побережья Азовского моря, с учетом наличия у них такого вот дальнобойного оружия, а скорее всего есть уже и другие образцы, ну, говорили там о Storm Shadow, да, 400 километров дальности и так далее, они смогут дотянуться и до Крымского моста. Все. Тогда включается, относительно Крыма, включается Херсонский сценарий. То есть они будут... Я не думаю, что украинцы будут в лоб штурмовать Крым. Нет, они, скорее всего, используют именно Херсонский вариант. То, что в Израиле называется протокол скороварка. Изоляция объекта с последующим таким постоянным увеличением давления огневого на него. С тем, чтобы они оттуда сами убрались. Это будет вообще идеальный вариант освобождения Крыма. А когда они освободят Крым и вот эту часть левобережья, соответственно, то вот эти сепаратистские республики окажутся, по сути, в таком полуокружении. И тогда уже можно будет с ними решать вопрос. Их сложнее будет освобождать в каком-то смысле даже, чем Крым, на мой вот взгляд. Потому что там давно они существуют. Там уже 9 лет практически. Там есть какие-никакие у них вооруженные силы свои. Там есть сзади граница с Российской Федерацией сухопутной и так далее. И с ними придется возиться сложнее. Там все будет сложнее. Поэтому их нужно для начала изолировать. И вот, собственно, украинцы этим и занимаются. Поэтому еще раз говорю, приоритетное направление, там, Мелитополь, Мариуполь, побережье Азовского моря. Разрезание пополам их фронта. И таким образом можно будет дальше продолжать. Вот я сейчас смотрю на карту. У Бердянской и у Мариуполя есть такие вот как бы косы, да, две косы. И если на них выходить, то, насколько я понимаю, там дальность до Крымского моста как раз 150 километров. Мне кажется, вот при получении GLSDB все, Крымскому мосту в этом случае конец. В случае, если действительно украинцы освобождают Мариуполь и Бердянск. Да, да, я об этом и говорю. Да, именно вот из этих точек оттуда можно будет дотягиваться именно до Крымского моста. Потому что он после этого становится приоритетной целью. Это единственная артерия. Перебить ее, и все, Крым превращается в остров. И снабжение войск, которые там находятся, становится чудовищно сложной задачей. А там войск намного больше, да, там вообще всего намного больше, чем было, например, в Херсоне, которые они уже снабжать были не в состоянии. В издате чего вынуждены были оттуда убраться. Вот примерно то же самое, я полагаю, планируют и в украинском генштабе. То есть никаких там лобовых штурмов Крыма там в духе советской армии, там битва за Севастополь и все такое нет. А именно вот такое вот выдавливание противника оттуда, избегая прямого контакта, избегая больших потерь. И все, и таким образом россиянам ничего не останется. Еще раз говорю, вот этот израильский протокол Скороварка, он предусматривает три итога. Либо противник сдается, либо погибает, либо его убивают. Ну, в смысле, либо сдается, либо погибает, либо убегает, если может. Вот россиянам на выбор предоставят третью опцию. Ну, на самом деле, мне кажется, генштаб ВСУ именно по этой схеме работает. Ну, смотри, Харьковская область, вспомни, потом Херсонская область. То есть из Харьковской вообще там враг просто бежал в панике, в хавость, поброшал кучу оружия. Ну, в Херсонской области на правом берегу там ему более организованно удалось выйти. Но он тоже бежал, потому что ему создали условия, в которых существовать просто невозможно. Совершенно верно. Вот я об этом и говорю, да. Но если в Херсонской там можно, в Харьковской можно поспорить, да, там надо, кстати, отметить, что российское командование приняло такое относительно адекватное решение. Они не стали там цепляться за территорию, иначе это грозило бы им полным вообще уничтожением всей группировки. А вот отошли за реку Оскол туда вот, в сторону границы, да, и таким образом сохранили там какое-то количество частей там своих, при этом побросав технику и оружие в невиданных абсолютно количествах. То в Херсоне вот это была классика, да, действительно. Их прижали к Днепру и начали потихонечку обрабатывать там, все более и более увеличивая вот эту частоту налетов. Оружие высокоточное, не нужно сносить весь город, да, выбиваешь только те места, где есть противник, там склады, живую силу, технику и прочее, прочее, прочее. В результате было понятно, что все, кто останется на правом берегу, все либо погибнут, либо попадут в плен. И они по вот этим вот вдребезги раздолбанным переправам кое-как оттуда вывели свой личный состав, что успели. Ну и вот теперь давай посмотрим на то, что происходит, собственно, на фронтах. Вот ты видишь, что сейчас вроде как российские войска начали выдыхаться после безрезультатных, по большому счету, атак. Но мы говорим прежде всего о Сватовско-Каменном направлении и об Углидаре. То есть на абсолютно двух разных фронтах абсолютно одинаковое поведение. То есть идут колоннами, волны, их выбивают, они останавливаются. Вот последние сообщения, это и Институт изучения войны в Вашингтоне отмечает, что проигрывают они бой за боем, их останавливают, их уничтожают. Вот я видео смотрел, да. Речь идет о том, что просто вот целую роту уничтожили, да. Да, три зашли, значит, одну разгромили украинцы, две откатились. Это под Сватовско-Каменном направлении. Ну а вот под Углидаром там вообще сами российские пропагандисты пишут, что по большому счету российские войска вынуждены были отойти на позиции годичной давности. То есть они год что-то там пытались сделать, их сейчас полностью разгромили, они откатились. Скажи, пожалуйста, есть ли у россиян потенциал, вот с учетом мобилизованных, опять же, попробовать снова под Углидаром, опять же, под Кременной пробиться куда-то хотя бы? Попробовать есть, добиться успеха нет, как мне представляется. Потому что они, понимаешь, какая штука, по идее вот им сейчас нужна пауза. Такая конкретная оперативная пауза длиной так месяцев 3-4, по-хорошему даже больше, для того, чтобы собрать там какие-то резервы, для того, чтобы эти резервы укомплектовать техникой, как минимум, да, подтянуть артиллерию, создать какие-то запасы снарядов там и так далее, и так далее. Все это нужно делать довольно далеко от линии фронта, учитывая наличие у украинцев вот этого высокоточного оружия. Иначе они просто выжгут им все эти резервы еще до того, как они даже смогут дойти до районов развертывания. Поэтому я как-то не вижу себе, теоретически, да, они могут пригнать на фронт, ну еще там, допустим, 200 тысяч человек, ну даже 300 тысяч, окей, да, снабдить их там какой-нибудь престарелой техникой. Но это все будет развиваться все по тому же сценарию. Вот эти вот бессмысленные лобовые штурмы Улидара или Бахмута, или попытки атак на направлении Сватова-Кременной, огромные потери, отступление, снова наступление. Ну, Верден, в общем, такой классический совершенно. Если посмотреть, я слежу за Дефмоном, это вот аналитик такой есть, ну ты, наверное, за ним тоже смотришь. И вот если посмотреть, у него такая интерактивная карта, и вот на нее смотришь, она так в режиме как бы, ну, гивки, что ли, или мультфильма, и видно, как линия фронта вот так на полмиллиметра сдвинулась обратно, сдвинулась обратно, сдвинулась обратно. А же вообще не двигает. Потому что даже если бы им сейчас удалось где-то прорваться, вот предположим, на направлении Сватова-Кременной они бы прорвались в Белогоровке, например. А дальше-то что? Дальше должен сзади стоять эшелон развития успеха. Это там 2, 3, 4 таких механизированных корпуса там с танками, вот все дела, там 10 сталинских ударов, после чего вводим его в прорыв, там раздвигаем этот прорыв, пошли на оперативный простор. Но их корпусов-то нет, все же идет с колес на фронт, снаряды с колес на фронт, техника, вот только ее там последнюю гайку докрутили на фронт, люди на фронт, неподготовлены. Ну, естественно, все это просто сгорает, вот они как будто подбрасывают поленья в этот костер, и не в состоянии, в общем, как бы, не произвести никакого, ну, добиться никакого такого серьезного успеха. У них просто для этого тупо не хватает ни времени, ни ресурсов. Вот и все. То есть, ВСУ не дает врагу отдыхать? Да-да-да, именно так. Украинцам удалось, как мне кажется, втянуть их в такое тяжелое оборонительное сражение, ну, украинцы в данном случае обороняются, да, а эти пытаются наступать, не давая им, как бы, вот эту самую оперативную паузу. И поэтому у них не получается сформировать такое достаточное количество резервов для развития хоть какого-то успеха. Ну, смехотворные же продвижения, да, там, куда ни посмотри на фронте. Тут километр, тут 500 метров. В Маринке они уже там, значит, контролируют. Я специально смотрел заявление Пушилина, вот прямо их хронологию. Они ее уже полгода как контролируют, эту Маринку, и все, за нее идут бои, и все, вот мы уже контролируем там первый квартал, нет, мы уже контролируем пол первого квартала, там, 5-е, 10-е, 20-е, а Маринка, я напомню, блин, это пригород Донецка, по сути, это дальний пригород Донецка, 13 километров от центра города. И вот они, значит, год воюют за то, чтобы продвинуться там в этой Маринке на пару кварталов. Ну, это же анекдот какой-то. Они проиграли войну, Саша, просто они как-то вот отказываются это признавать и понимают. Но, тем не менее, они все еще оккупируют украинскую землю и как-то стоят. Как-то стоят они на этой земле и даже что-то пытаются сделать. Скажи, пожалуйста, а за счет чего они, тем не менее, там стоят? Почему они, тем не менее, продолжают представить угрозу? Почему украинцы пока что не могут изгнать их из тех территорий, на которых они укрепились? Ну как, украинцам нужно сформировать резервы. Учитывая большую такую, как бы, ну, высокую интенсивность боев сейчас, да, и учитывая большую численность российских войск, я напомню, что такой войны, такой интенсивности не было со времен, ну, иранно-иракской, пожалуй, да, а в Европе со времен Второй мировой, соответственно. Вот это чудовищный, чудовищных масштабов война, немыслимых абсолютно для 21 века. Никто такого не ждал, никто такого не ожидал. Поэтому украинцам нужно сформировать резервы. И этих резервов, как я понимаю, по замыслу украинского генштаба, должно быть достаточно для очень серьезного, большого, такого вот переломного прорыва. Иначе они в какой-то момент закончатся, и развить успех не удастся. И придется опять останавливаться, и опять вот откладывать еще там на полгода, да, это все дело. Вот как это произошло после Харькова. Поэтому украинцы сейчас получают технику, они ее не ждут, они ее уже получают, как мы все видели, да, танки «Леопард» уже в Украине. Они формируют эти бригады, Запад обещает помочь им сформировать там 4-5 механизированных бригад тяжелых, да, с танками там и броней. И вот когда это все будет готово, вот тогда уже они и нанесут там удар где-то. Где он будет, мы пока не знаем, это возможные варианты. Но вот я ставлю на то, что это будет вот в направлении Азовского моря. Ну, как раз глава Пентагона Ллой Тосин сказал в беседе с СНН, что американцы сейчас готовят несколько украинских бригад специально для прорыва тяжелых оборонительных укреплений россиян. Это вот, наверное, в тему, о которой ты говоришь. Да, 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 совершенно верно. Скажи, пожалуйста, а что все-таки с запасами снарядов у россиян? Потому что, ну вот мы видим, что Вагнер просто открыто жалуется. У меня здесь, так сказать, два вопроса будет. Действительно ли у них нехватка боеприпасов? Это первый вопрос. И второй, почему Пригожин вот так вот открыто об этом говорит? Ведь, в принципе, он должен понимать, что это достаточно неудобно, невыгодно для в целом вот всей российской пропаганды, для морального духа всех российских войск. Ну, давай начнем со второго. Пригожин идет ва-банк, да. В какой-то момент, как я это себе понимаю, Пригожин решил, что он вот теперь, как бы, вообще там, лицо номер один во всей этой военной иерархии. Значит, ЧВК Вагнер, там, успехи пятое-десятое. И он там сейчас, значит, поставит раком и Шойгу, и Герасимова, и будет там самым главным. Тут он сильно ошибся, поскольку с точки зрения там военной, может быть, Вагнер там воюет и несколько лучше, чем российская армия, но с точки зрения, так сказать, аппаратных и бюрократических и разных прочих возможностей, ему с Шойгу тягаться вообще никак, потому что Шойгу – это величина у них там в этой иерархии. И быстренько ему указали на его место, а каким образом указали, перестали давать снаряды просто. Вот и все. Такое было, кстати, в Сирии, когда Вагнеры воевали в Сирии, и они тоже там выполняли различные задачи, получая технику, боеприпасы, авиа- и артиллерийскую поддержку от Министерства обороны, ну, имеется в виду от военных российских. И был у них там какой-то конфликт, и им в какой-то момент не дали воздушную и артиллерийскую поддержку, уже знаете чего, они там понесли довольно тяжелые потери. Был такой там эпизод в Сирийской войне. Но сейчас происходит ровно то же самое, и Пригожин идет ва-банк, ему деваться некуда, потому что он понимает, что либо вот пан или пропал, и вот он, значит, вокруг себя вот эту карусель информационную закручивает, но, мне кажется, с ним вопрос уже там решен. Я не думаю, что там, может быть, дело дойдет до его физической ликвидации, хотя, учитывая там эти купыри, вполне может. Ну, просто вот про него уже все, его списали. Вот, довоевывай, трать там остатки своего Вагнера, а потом иди дальше, занимайся там школьным питанием, если не отберут, и этот подряд. А какой был первый вопрос? А вопрос по поводу количества снарядов реальных. Вот действительно у них проблемы с ними? Ну, у них проблемы, у них проблемы со снарядами, очевидно, потому что производство, видимо, снарядов как такового в России было, оно было очень ограниченным, вот, то есть его делали мало, понимая, что большой войны не будет, а к ней никто не готовился, и там в том числе, вот, а запасы складские гигантские. При этом 8 лет на Донбассе шла война, и 8 лет Россия туда отправляла снаряды со своих складов. Это 152 и 122, особенно 122, кстати, миллиметра, которые сейчас стали таким настоящим дефицитом, потому что артиллерия сепаратистов была преимущественно вот этого калибра. И они снаряды туда отправляли, в итоге все потратили. И к началу вот такой полномасштабной, огромной войны, когда российская артиллерия делает 10 тысяч выстрелов в сутки, а производится в России в сутки 5 тысяч, ну, вдвое больше, чем суточное производство они тратят, то они оказались вот на грани снарядного голода. И склады их, вот, во всяком случае, в той части России, которая до Урала, они уже очень сильно вычерпаны практически. Вот, они, конечно, их там пытаются подвозить с Дальнего Востока, но там тоже как бы нужно оставить какие-то запасы. Потом там уже что-то было потрачено, потом у них там на протяжении последних там лет 20-25 постоянно взрывались, сгорели эти арсеналы, это все тоже повлияло на количество боеприпасов. Это все тоже повлияло, да, на, как бы, состояние их запасов. Вот. И оказалось, что в течение этого года снаряды расходовались с такой чудовищной скоростью, что склады вот просто по большей части они вычерпали. То есть нужно сейчас производить. И их производство, ну, никак, даже с колес не успевает за потребностями фронта, в принципе. Я говорю, что у них на этих складах хранится огромное количество снарядов старых. Производство еще вот буквально, ну, начало второй половины 20-го века. Я был в Уссурийске на складе армейского подчинения, мне показывали снаряд 62-го года выпуска. Вот, вот такое. Полетит он, не полетит. Вы вообще выстрелит он там, взорвется ли он, что это? Ну, как, у них же есть, в конце концов, хоть какие-то гарантийные сроки этих снарядов. Понятно, что там еще хранится все это в ужасающих условиях. Поэтому я и говорю, что у российской армии наблюдается снарядный голод. Я вот у себя на Ютубе записывал интервью с Мишей Ратинским, это израильский доброволец, который в УСУ сейчас служит. И вот он рассказывал, прям, как они ощутили в середине где-то, ну, к концу, точнее, лета, по-моему, они прям ощутили, как резко снизилась интенсивность обстрелов, когда, по всей видимости, у россиян начались проблемы с боекомплектом. И, кроме этого, надо учитывать то, что украинцы методично и аккуратно выжигают их логистику. То есть, из трех ящиков снарядов, ну, я не знаю, один или полтора доезжают до фронта. Все остальные уничтожаются там по дороге. И это тоже очень сильно влияет. Так что, да, у них проблемы. Давай посмотрим, а что с украинской стороны. Вот вчера нам украинские власти показали видео с первыми танками «Леопард-2» в Украине. Их было, может быть, несколько штук, но суть в чем? Они уже там. Но у меня такой вопрос. Будут ли они вот эти первые заходящие боевые машины, с запада обещанные вот в рамках последних пакетов, идти сразу на фронт? Или же украинцы будут ждать накопления, когда вот сформируются там батальоны, и тогда уже только пойдут ими воевать, тогда уже будут их использовать? Я склоняюсь, что не будут они сейчас отправлять их на фронт, потому что их пока мало. Ну, рота «Леопардов», да, сейчас у них есть вот в данный момент. Это там сильно никак не повлияет. Того, что есть, достаточно, чтобы сдерживать российское наступление. Нет, я думаю, что сейчас каждая вот эта единица западной брони будет поступать в тыл на формирование вот этих новых, на усиление новых бригад. Им нужно сформировать вот эти ударные тяжелые механизированные бригады. Вот они туда сейчас будут всю эту технику отправлять. Там, помимо еще прочего, говорили о этих танках РТ-71, по-моему, это, я не помню, то ли польские, то ли чешские, модернизированные вот эти вот образцы советские, только сильно модернизированные, прямо скажем. Может, что-то из них отправят, потому что они так вот хорошо знакомы украинским танкистам, в общем, и так далее. А может быть, тоже нет, потому что они должны получить, по-моему, 90 машин таких, а 90 таких машин – это, по сути, бригада, и поэтому вполне вот допускаю, что их тоже туда отправят. Там сейчас на фронте, на самом деле, броня особо не нужна, там нужна артиллерия для того, чтобы вот выжигать эти живые волны, выжигать там российское наступление, им нужна сейчас там артиллерия. Поэтому, я думаю, частично, может быть, артиллерию будут туда отправлять на усиление, там куда-нибудь под Бахмут или там под Углидар, а все остальное пойдет вот в тыл, в тыл, в тыл, в тыл, в тыл. Там это все будут рассредотачивать, прятать и ждать, когда это все можно будет перебрасывать к линии фронта. То есть, ударный кулак, состоящий из Леопарда-2 и прочей вот этой тяжелой техники, обещанной Западом, он будет сформирован чуть позже, и его, наверное, используют не на восточном направлении, а именно там, где украинцы хотят совершить свой прорыв, да, вот, свой вот масштабный... Конечно, для механизированных соединений нужен оперативный простор, оперативный, идеальный оперативный простор, это от Запорожья вот на левобережье, да, и в сторону Мелитополя. Если посмотреть на карту, там что, сплошные поля, там степь такая своего рода. Вот по этой степи эти Леопарды покатятся, я так полагаю, что там для них идеальный театр абсолютно. И так вот вплоть до побережья Азовского моря, а там уж как решат дальше. Вот смотри, ты сказал про выжигание саранчи под Бахмутом. Что там происходит? Ну, слушай, нам обещали российские пропагандисты взятие Бахмута, по крайней мере, там к концу января примерно, значит, уже конец февраля, а все еще ковыряют. Ну, там очень тяжелая ситуация, там, конечно, Бахмут уже окружен вот с трех сторон, вот передняя вся эта его восточная полусфера как бы окружена, но, во всяком случае, так, по картам. В то же время, вот я смотрю, вот есть аналитик такой, Кравчук, он довольно-таки, я бы сказал, очень объективный, он честно дает информацию, если хорошо, то хорошо, если плохо, то плохо. Он пишет, что, ну да, вот очень тяжело сейчас на севере Бахмут. Там вот какие-то два мелких села враг занял, но, говорит, потери у врага такие огромные, что, вот он говорит, что там выжигается самая боеспособная часть вагнеровцев. Кстати, кроме вагнеровцев там непосредственно никто и не участвует. Вот, на твой взгляд, что быстрее закончится, силы у украинцев оборонять Бахмут или у вагнеровцев закончится эта вот самая боеспособная живая сила? И, кстати, что это за сила вообще, я не очень понимаю. Это, наверное, не зэки же уже, или зэки? Ну, у вагнеровцев, я так понимаю, потери просто чудовищные совершенно, то есть их там вообще никак не жалеют, не берегут. Они просто натурально расходный материал. Но у вагнера есть, насколько я понимаю, некий костяк вот таких боеспособных, опытных, профессиональных наемников. Вот их, наверное, отчасти берегут. Они там больше занимаются всякого рода такими командно-карательными функциями, а в атаке ходят вот всякого рода вот эти добровольцы условные или зэки. Их нельзя считать прям уж супер боеспособными. Их просто используют вот в этих живых волнах как количество. Это первое. Второе. В самом Бахмуте ситуация тяжелая, однако же не безнадежная. Еще, наверное, ну так не соврать, с недели две-три тому я думал, что украинцам придется из Бахмута отойти. Потому что, ну реально, ситуация была тяжелая такая и опасная. Особенно она складывалась опасная вот на северной оконечности этого фаса. Бахмут действительно в такой подкове сейчас находит. Ну а, например, на юго-восточной окраине украинцы перешли в контратаке и потеснили россиян. Вот бои идут сейчас в том числе и на левом берегу Бахмутки. Она делит город как бы на две части. Считалось, что украинцы обороняют западную часть, соответственно, правый берег Бахмутки, а восточную часть, это район дач и частного сектора, россияне заняты. Вот оказалось, что бои идут и там в том числе. То есть украинцы, по всей видимости, там еще держатся пока. Попытки обойти Бахмут с юго-востока через Константиновку, точнее между Константиновкой и Бахмутом, они провалились, потому что наступающие оказались под перекрестным огнем из Бахмута и Константиновки, соответственно. И тут нужно понимать географию. Бахмут находится как в такой чаше. Западнее Бахмута есть такая цепь высот холмов, откуда город просматривается буквально как на ладони, плюс там же находятся украинцы, у которых отлично налажено вот это взаимодействие с артиллерией, корректировка огня. И стоящая на этих высотах и за этими высотами украинская артиллерия просто вот раз за разом сносит атакующих, да, не давая им как бы вот развить успех. Прям вот ворваться в город и завязать там тяжелые бои, да, уличные, когда будет тяжело использовать артиллерию, у них не получается. Вот по этой причине, что украинская артиллерия их там кроет раз за разом и давая им вот как бы развернуться в такие серьезные большие боевые порядки. Так что судьба Бахмута пока решается, но она, я еще раз говорю, небезнадежная. Мне уже не кажется вот прям однозначным, что украинцам придется оттуда отойти, хотя даже если придется, это не катастрофа, я это уже много раз говорил, им придется, они отойдут на следующей линии обороны, за ней еще одна, за ней Славянск-Краматорск. Но до Славянска-Краматорск, россиянам натурально как вот пешком до Луны примерно, как мне кажется. Так что посмотрим, как там это все будет развиваться. Я по-прежнему глубоко убежден, что задача Бахмута, задача обороны Бахмута была не в престиже, я в всяком случае очень это надеюсь, да, вот удержать город, чтобы не дать его там россиянам захватить. Вовсе нет, а в том, чтобы вот как воронкой всасывать туда российские резервы, не давая им формировать где-то ударные группы для того, чтобы вот развить успех на фронте. Это вот как Верден, задача Вердена, то есть, чтобы россияне там тратили свои резервы. И вот поэтому украинцы до сих пор там обороняются и ведут такие тяжелые бои. То, что ты рассказал, мне напоминает немножечко именно с рельефной точки зрения то, что произошло в Солидаре. Ну вот вошли россияне в этот Солидар, на этот клочок земли, который они преподносили чуть ли не как будто они сейчас вот на Вашингтон уже пройдут. Как взятие Берлина примерно, да, да, да. Ну и вот заметьте, и вот они же там оказались как вот в ловушке в этой внизине, по-моему, по ним до сих пор лупят. Они больше никак не смогли воспользоваться. Да не по-твоему, а именно так и происходит, потому что Солидар находится в той же зоне поражения, где и Бахмут, вот той же самой артиллерийской группировкой, которая стоит в Западе. И в результате они в полностью разрушенном городе, сами же разрушили, оказались вот под огнем украинской артиллерии, там где негде особо прятаться, укрываться и продвинуться особо не получают. Поэтому, да, в общем, битва за Бахмут продолжается, несомненно войдет в историю, как я себе это представляю, но посмотрим еще, чем она закончится, но при любом ее исходе он катастрофой для украинских войск не станет, в принципе. Я напоминаю просто, что Солидар был россиянами взят, ну как взят, но они вошли туда, я не называю это взятие. Выдавили, выдавили. Да, ну да, тогда, полтора месяца назад практически. И вот что за эти полтора месяца случилось, то есть как они воспользовались вообще этим преимуществом? Я вот, например, не вижу. То есть они положили там, насколько я помню, 15 тысяч человек ранеными и убитыми. Ну вот Солидар за ними, как бы, ну и что? Ну вот и ничего, буквально. То есть, как говорили, их как бы пропаганда утверждала, что взятие Солидара это вот однозначно взятие Бахмута. Все, Солидар это ключ к Бахмуту, вот все прям вот мы уже взяли Солидар, сейчас все через три дня уже будем, значит, в Бахмуте. Вот прошло полтора месяца, как-то они не в Бахмуте до сих пор. Более того, они по-прежнему, значит, не в состоянии там сильно далеко продвинуться. Там за каждую деревеньку идут тяжелейшие бои. А взятие каждой деревеньки, я вот сейчас вылетел из головы название, деревенька, значит, которая площадью два километра квадратных и жила там то ли 60, то ли 70 человек. И вот они ее взяли и заявили с такой же точно, значит, попой, как будто бы вот они взяли Берлиюм или Париж. Ну, что тут скажешь. Последний пакет военной помощи Соединенных Штатов, я заметил, там появилось кое-что новенькое. Ну, понятно, что много боеприпасов для Хаймарсов, для 155-мм и артиллерии, но беспилотников очень много. Там Киберлюкс К-8, Алтиус какой-то 600, Джамп-20 и прочие дроны. Вот, объясни, пожалуйста, что это за такие вот интересные машины, особенно вот Альтюс или Альтюс, я вот даже, кстати, не знаю название, я впервые просто услышал о таком вот. То есть, это, говорят, хороший дрон, это даже в каком-то смысле замена риперам, ну, то есть, такой, используется рипер для бедных, да, для бюджетников. Бюджетный, бюджетный рипер. Бюджетный рипер, что это и почему именно сейчас вот решили сделать упор на это? Там частью идут дроны-камикадзе в этом пакете, да, частью ударные дроны, ну, типа Байрактара, только они не такого гигантского размера, это такие вот, как ты правильно выразился, рипер для бюджетников, значит, или Байрактар ближнего радиуса действия. Это у них не очень там такой большой радиус полета, но на длине фронта они могут работать и ударные дроны им поставляют американцы. Я не помню, честно сказать, сейчас, какова их дальность полета, но факт, что в такой вот ближней и средней прифронтовой зоне они могут работать по целям, вот, несут на себе, если я не ошибаюсь, опять же, ракеты Hellfire, вот, ну, хорошая ракета, да, то есть, одним попаданием уничтожается любой бронеобъект, любой абсолютно. Поэтому американцы, ну, ты понимаешь, вот, если обратить внимание на вот эти все пакеты военной помощи, там в каждом из них есть что-то такое новенькое, невкусненькое, да, при сохранении темпов поставки боеприпасов для тех же Хаймарсов и для артиллерии, и там постепенно, постепенно украинская армия насыщается вот такими высокотехнологичными различного рода средствами, да, по-прежнему увеличивая вот этот разрыв в технологиях между российской армией, которая уже там вообще куда-то уехала, там, в первую половину 20-го века, и украинской, которая постепенно приближается к стандартам НАТО по своей вот оснащенности. По поводу возможности российского военного производства что-то производить, то есть, потери у них действительно огромные. Давай не будем сейчас, допустим, смотреть, что там говорит Генштаб ВСУ, а посмотрим, что говорит Орекс. Орекс – это группа, которая подсчитывает потери сторон исключительно на основе фото- и видеоподтверждений. И вот, допустим, за 23 февраля группа Орекс насчитала 28 единиц уничтоженной или захваченной российской техники, а там почти все – это тяжелая бронетехника, вот, обратите внимание, там БТРы, там танки идут, там, ну, очень серьезные вооружения, то есть Россия реально это теряет. Даже сейчас, когда у россиян там мобилизованных много, у них там, вот, вроде ресурсов побольше стало, чем несколько месяцев назад, тем не менее, идут потери. Слушай, а как они это все собираются восстанавливать? Есть ли у них какой-то шанс вообще это восстановить как-то? Путем производства нет. То есть, производить в большом количестве тяжелую броню сейчас они не смогут. Да, они там перешли на три смены работы, этот Уралвагонзавод там что-то делает, пытается, там, пятое-десятое, они снимают с баз хранения активную технику, но они производством восполнить эти потери не могут. На это уйдут годы, если не десятилетия, вот буквально. То есть, тем более, когда речь идет о современных танках, об условиях санкций, им тяжело будет сейчас добывать электронику, минус, там, французские тепловизоры и прочее. То есть, понятно, что боевые качества их брони, они будут меньше, ну, хуже точнее, да. Никто им уже французские тепловизоры не продаст, это понятно. Вот, поэтому только выход один, это снимать с баз хранения, пытаться там что-то как-то подремонтировать, чтобы оно хоть заводилось и отправлять их там пачками на фронт. Вот, и там уже как повезет. Где они опять же будут брать подготовленный персонал для этой техники, экипажа, потому что для танка нужны три человека, там, для БМП нужны три человека, и всех нужно готовить курс подготовки экипажа танка по самому минимуму, вот это прям вот минимум, самые это три месяца. Вот, у них просто нет этих трех месяцев, поэтому они тянут, пытаются это все дело затянуть, чтобы хоть что-то подготовить, хоть что-то там подремонтировать, снять и отправить. Путем, еще раз говорю, промышленного производства, быстро они его нарастить не смогут, если смогут вообще когда-нибудь. По поводу старья, которая у них хранится, ну, вот, я так с твоих слов понял, что если их что-то будет выручать какое-то время, ну, как выручать, ну, то есть, еще немножечко повоевать, что называется. Это вот старье, которое хранится с советских времен. Вот этого старья у них много, насколько оно вообще пригодно для расконсервации и работы на фронте? Ну, вообще, вот, смотря о чем мы говорим с тобой, да, сколько это все хранится и каких это модификаций, вот. Ты, я так понимаю, ведешь к БТР-50ПК. Ну, ты знаешь, это как бы наиболее яркий пример, я, конечно, хотел бы о них отдельно поговорить, вот, но в целом, давай сначала, потому что там у них и танки какие-то были, тысячи танков там, охранения. Тысячи танков есть, вопрос, в каких условиях все это хранилось, да, потому что, то есть, по идее, когда технику хранят, вот, на базах хранения, ее все равно нужно, там, проверять периодически, да, там, заводить, там, что-нибудь в этом роде, да, или, там, выборочно заводить, вот, хранится на базе, там, 500 танков, например, да, их нужно за ними смотреть, за ними следить нужно. Если танки стоят под открытым небом, то понятно, что в них определенные компоненты приходят в негодность, разного рода, там, резина, проводка и прочее, там, грызуны всякие есть, которые тоже это все дело грызут, это, между прочим, серьезная вещь, американцы потратили все время миллионы долларов на то, чтобы бороться с грызунами на базах хранения техники, уже сжирали там проводку на этих Абрамсах, серьезно, вот, я сомневаюсь, что Россия тратила миллионы долларов на борьбу с грызунами, поэтому, если танк простоял на хранении, допустим, 20 лет, 20 лет, то ему уже нужен ремонт, это, ну, как минимум, средний ремонт, это нужно его взять, привезти на завод, осмотреть, провести дефектацию его узлов, какие из них вообще работают, какие не работают, что-то нужно заменить, потом мы же понимаем, что танк, который простоял на хранении 20 лет, если даже он был произведен 20 лет назад, а, скорее всего, речь идет о машинах куда старше, 40 лет они там стояли и так далее, то они же не годятся для современного боя вообще никак, у него из исправного только броня, но может быть пушка, у него нужно какие-то приборы поставить, да, их нужно откалибровать, это все нужно отремонтировать, заменить дефектные узлы, это все недели, если не месяцы, потому что заводы сейчас все, какие там остались, они завалены этой техникой, завалены этими заказами и там в лихорадочном темпе пытаются это дело все приводить в порядок, поэтому я сильно сомневаюсь, что эта техника, это не израильские базы хранения, где танки Меркова стоят в боксах, крытых, кондиционируемых, где их регулярно проверяют, и поэтому когда резервисты приходят на базу, каждый резервистский экипаж, за ним закреплен определенный танк, он узнает, что вот бокс номер три, от входа третий танк наш, они садятся, заводят, загружают боекомплект и поедут, но вот у них все там сильно по-другому в России, поэтому я очень сильно сомневаюсь в том, что им удастся вот в больших количествах сейчас эту технику поставить на фронт в исправном состоянии и подготовленную к современной войне. Ну и, конечно, как тут без БТР-50, которую заметили, причем там эшелон целый, я так понял, был, да, то есть они начали снимать старье 52-го года производства. Я знаю, что ты лично наблюдал их как-то, да, по-моему, даже пытался работать на них когда-то давно. Я водил. Ты даже водил, да? Ну и как? Когда я закончил университет, военную кафедру в 93-м году, нас отправили на военные сборы. Лесозаводск в кадрированную дивизию, а наша воинская специальность называлась, на факультете журналистики, значит, на военной кафедре называлась, командир мотострелкового взвода на БТР-50 ПК, вот на тех самых. Нам еще все говорили, вот эти офицеры наши, которые с нами были, что, ребят, это жуткое говно, вообще несуцветное, и если что, вы на другой технике воевать будете. Но у нас для вас другой нет, поэтому давайте-ка вот пока на эти. И вот нам выставили четыре машины на занятия, на нашу роту, вот эту курсантскую, и за два дня занятий сломались все четыре. Хлам просто. То есть налет вражеской техники бы не справился лучше с этой броней, чем вот рота курсантов и их состояние. То есть лично подо мной сломалась у танка, в смысле у этого БТРа коробка передач. Вот просто переломилась тяга пополам и все, и он встал там, как вкопанный посреди полигон. Это очень старый, это, ну, Саша, это буквально этиквариат, понимаешь? То есть в 52-м году разработанный, последний из них в Советском Союзе был произведен в 1970-м году. Это до того, как я родился, еще у нас нет. Вот. То есть самая молодая машина из тех, что есть на базах хранения, ей 53 года. Это же простая их вещь. Я даже не представляю, что в состоянии ли они их сейчас завести, например, там еще поехать куда-то. Про ее боевые качества даже нет смысла говорить, поскольку, ну, это, ну, я даже не понимаю, с чем это сравнивать. Это как сравнивать, я не знаю, там, Мерседес и телегу с лошадью. И то везет вроде, и это везет вроде, да, но есть нюанс. Вот плюс-минус как-то так, поэтому я не очень... А и плюс у него очень, как сказать, у него почти нет вооружения, у него из вооружения это берется пулемет Калашникова штатный, ставится в кронштейн на башню открытую, и вот из него, значит, стреляет. И броня очень тонкая, у него бортовая броня 8 миллиметров. Бронебойная пуля из, например, снайперской винтовки Дегтярева пробивает такую машину на вылет от борта до борта. Вот. Если бронебойная пуля из Браунинга, вот этот пулемет 12-миллиметровый, которых сейчас очень много в ВСУ, он пробивает его в лоб. Поэтому я даже, честно говоря, не очень понимаю. А и скорость по пересеченной местности, ну, то есть, вот по полям, там, по вот этому всему, да, вот по раскисшим полям украинским 10 километров в час. Все идеальная мишень вообще, вот ползет такой, изрыгает из себя, значит, дым там черный, его видно там за 10 километров. И я полагаю, что украинцам даже не придется особо тратить на него там какие-нибудь там свои драгоценные джавелины там или стугны, это можно вот, можно подбить, я не знаю, вот из пулемета натуральный его изрешетить. Так что я не очень понимаю. Это при условии, что оно поедет вообще в принципе, вообще поедет. Это уж нужно завести. В 93-м году, я еще раз напоминаю, четыре таких сломались у нас на глазах вот за два дня. А с тех пор прошло 30 лет. Я не знаю, как они собираются этим выявлять. Объясни, пожалуйста, в таком случае зачем они это сейчас достали, если вот... Ну, они же не могут не понимать то, чего ты понимаешь. Я не знаю, Саш. Ну, видимо, значит, как бы команда дана, продолжаем воевать. Надо что-то поставить на фронт, потому что, по всей видимости, после вот этого, значит, кровавого абсолютно сражения за Бахмут, Углидар, Солидар и прочее, они поняли, что пехоте в пешем строю ходить в атаке вот как-то на украинские пулеметы, это не айс немножко, да, надо все-таки хоть какую-то броню дать. Дальше начали смотреть по своим там записям в Министерстве обороны. Что у нас вообще есть из брони? Ну, подпись БТР-50ПК, аж целая тысяча штук есть на хранение или там полторы. О, отлично, снимаем с хранения, отправляйте туда. Как это будет, кто там ей будет заниматься, как она будет защищать пехоту, это никого не волнует. Снимаем и все. Поэтому вот посмотрим, во что это все выльется. Я, как бы, прогнозирую, что это выльется вот еще в тысячу сгоревших, значит, БТР, захламляющих украинские полиции. И с тысячами и тысячами уничтоженных российских оккупантов, я так понимаю, потому что... Ну, да, а, вот еще момент любопытный. Он реально считается очень вместительным. 20 человек, я, кстати, обратил внимание, туда 20 человек вмещается. То есть, если попадет по одному... Два отделения. То, как говорится, все, это... То погибнет не одно отделение, а два отделения. Потому что считается, что вот в бронетранспортере или в ПМП должно помещаться одно отделение. Соответственно, три народа. 50 ПК помещается, два отделения. Ну, вот, соответственно, будет братская могила такая для 20 человек. Вот. Это несколько облегчит задачу украинской армии. Скажи, пожалуйста, а ты вообще, вот, как считаешь, насколько соответствует реальности то, что Генштаб ВСУ говорит именно по поводу потери живой силы? Нам вот Нью-Йорк Таймс со ссылками на американскую разведку сказала, что россияне потеряли где-то 200 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным Генштаба ВСУ, сейчас почти 150 тысяч человек личного состава были уничтожены у России. Ну, вот, твоя оценка какая? Ну, такой момент несколько спорный. Понятно, что украинцы потери противника завышают. Равно как и россияне завышают потери украинцев, но они их завышают уж как-то просто каким-то невероятным образом. Да, ну, натурально же авиацию украинскую уничтожают сейчас уже по четвертому раму, по четвертому кругу они пошли уничтожать. А Байрактаров они подбили больше, чем фирма Байкар их там произвела за 10 лет. Но не в этом дело. Суть в том, что вопрос в методике подсчета, то есть считают ли они только убитых или общие потери, там убитые, раненые, заболевшие, попавшие в плен и так далее. В любом случае там цифра идет на сотни тысяч, это понятно. Вот, выбывших имеется в виду, да, те, кто по ранению и так далее. Ранение, кстати, вот отмечают очень многие, что ранение исключительно тяжелое, потому что там чуть ли не под 85% потерь, это ранения осколочные и минно-взрывные, то что, ну вот, от артиллерии. А это ранения всегда тяжелые, после которых человек, как правило, вернуться в строй не может. Так что, в общем и целом, я полагаю, что там можно спорить об окончательных цифрах, 150 тысяч или 200 тысяч, но они чудовищные абсолютно. вот, поэтому их профессиональная армия, как это было во вторую мировую, кадровая армия красная вся погибла там в первые полгода, вот у них буквально, что вся кадровая армия, профессиональная, российская, она погибла сейчас вся, она уже не воюет. Вот только, как ты сказал, есть нюанс, потому что сейчас ленд-лиз не тем дают. Вот, я это всегда повторял, да, что ленд-лиз-то будет, да только не вам. Ну вот, собственно, оно так примерно и получилось. Кому будет ленд-лиз, тот и победит, понимаешь, так это работало. В двух мировых войнах, почему это должно сейчас по-другому сработать? Ну и вот Байден приехал в Киев, чтобы, так сказать, символически закрепить этот момент, связанный с тем, что мы называем ленд-лиз. Хотя это не ленд-лиз, это даже лучше, это бесплатная помощь. Вообще, как ты оцениваешь визит Байдена в Киев, его речь в Киеве и в Польше затем, и сравнить это с тем, что сказал Путин, который выступил вот в качестве, так сказать, посланца, да, посланник к федеральному собранию. Правда, непонятно, кто кого послал вообще и зачем. Ну, как вообще это можно сравнивать, да, вот так, если без излишнего пафоса. Вот приехал Байден в Киев, прямо вот в Киев приехал физически, да, погулял с Зеленским по двой воздушной тревоге, вот, кстати, вот такой якобы, значит, дедушка якобы с деменцией, да. Этот визит был как бы вот подтверждением того факта, что Запад сделал ставку и Запад принял решение о победе Украины в этой войне. Все. Вот иначе зачем бы Байдену туда ездить. Потом, когда он поехал в Варшаву, да, он в Варшаве это подытожил. Главный месяц речей Байдена, что в Киеве, что в, как его, в Варшаве, он был очень простой, ведь. Наша главная ценность Западного мира – это свобода. Украина сражается за эту свободу. Украина сейчас вот символ Западного мира, который воюет за свободу. А Путин, он там понес какую-то опять несусветную колесицу там, да, в диапазоне вот там весь мир против нас до в Европе живут геи, поэтому, значит, вам всем нужно пойти на фронт и сдохнуть. Вот тут буквально. То есть вот в чем мотивация? То есть тебя везут из Владивостока под Бахмут или под Углидар, и ты должен вылезти из окопа, кое-как одетый, кое-как обутый с ржавым автоматом и идти подохнуть, значит, от разрыва украинского снаряда, потому что в Европе живут геи. Ну, как-то вообще вот не вяжется, да, что это за мотивация так дурацкая совершенно. Вот. Главное, на самом деле, в речи Путина было то, что он сказал, что президентские выборы 24-го года пройдут в строгом соответствии с законодательством. Это означает, что вот он будет там сидеть, пока не помрет, пока его Господь, наконец, к себе не приберет. Вот это было самое главное. А в речи Байдена было главное, мы с вами, мы будем вам помогать столько, сколько нужно, имеется в виду, обращаясь к украинцам, да, наша главная ценность – свобода, вы сейчас за нее воюете, в том числе за нашу свободу, поэтому мы с вами. Все, вот тебе разница. Вот лидер западного мира, который говорит о свободе, а вот диктатор старый, облезлый, потертый, который несет какую-то несусветную околесицу, но при этом говорит, что я тут, братцы, сидел и буду сидеть, пока либо вы не кончитесь, либо я не помру. Вот и все. Ну, если честно, вот физически как-то Байден, который на 10 лет старше Путина, выглядит лучше с психологической, с физической точки зрения, чем Путин, мне так кажется. Ну, то есть Путин реально сдал, по-моему, с внешней точки зрения. Тебе не показалось это? Ну, там ходят какие-то слухи о том, что он болен там якобы раком там каким-то. Я не знаю, насколько это правда. Вот. И не буду как бы утверждать, я его медицинскую карту не видел. Вполне допускаю. Но если ты болен, так ты лечись как бы, да. Что тогда было? Войну-то устраивать. Лечился бы себе спокойненько от рака, там, какие-нибудь врачи бы к нему там известные приезжали со всего мира, там, капельницы бы ему ставили, все бы было хорошо. Вот. Байден, ты понимаешь, какая штука? Байден ведь был уже глыбой в мировой политике в то время, когда Путин был вот дворовым бандосом там в Петербурге, понимаешь, там, якшался с какой-то тамбовской там преступной группировкой. Вот. Это масштаб личности и заслуг, он несопоставим абсолютно. Вот просто совершенно. Это вот муха и слон. И, видимо, Путин, будучи человеком, не полностью идиотом, да, он же что-то понимает. Он, видимо, где-то в глубине души понимает, что все. Вот все, ему конец пришел. Ему конец и стране конец, которую он втянул во всю эту историю. Поэтому он так плохо и выглядит. А Байден, дедушка кураж словил такой конкретный, да, вот он приехал там людям изорить, как он выступал. Он вышел на площадь на открытом воздухе, перед ним стоят люди, поляки там эти, варшавяне, да, все там ему, значит, хлопают, кричат, машут флагами и все. Вот прям вау. А этот собрал у себя там своих упырей, которых по десять раз проверяли, наверное, перед этим. Вот. И им там что-то втирал, и было видно, как они сидят там такие. И один спит, другой зевает, третий в носу ковыряет. И все уже ждут, не дождутся, когда это все закончится. Ну да, я обрати внимание, кстати, говорят, что Байдену не потребовались эти бронированные стекла. Потому что Путин, даже если в редкие моменты выходит на улицу куда-то, обязательно у него броня какая-то, вот непробиваемое стекло, тысячи снайперов окружают это место и так далее. Я не думаю, что у Байдена так уж сильно готовились в этом плане, что за такой короткий промежуток времени не так легко было, мне кажется, там все эти места, где он будет. Нет, у Байдена готовят, там тоже снайперы, но вокруг Байдена не выжжено пространство, понимаешь, когда Путин вот выходит куда-то к людям, якобы к людям, там на 3 километра вокруг людей-то нет. Это все вот из ФСО статисты, которые изображают толпу там людей, да, и на каждого статиста еще по 4 охранника и по 3 снайпера. У Байдена в этом смысле вот он же как бы вот он с народом, да, вот он когда наклонился и вот этим свистящим шепотом сказал вот эту фразу, да, Ukraine still free and independent, там просто вот мурашки по коже, понимаешь, вот он как бы, вот он, лидер свободного мира, понимаешь, который приехал поддержать Украину, там поддержать там поляков и так далее. И это чудо, которое там стоит на трибуне, и что-то там такое, вот оно там что-то бурчит себе под нос, кривляется, там несет, и... Ну и последний момент, все-таки сейчас вот говорят про Китай, что он может как-то помочь России, в частности вот, вот, к сожалению, я тут был в своих прогнозах, ну, более-менее прав, по крайней мере, в том смысле, что Китай будет думать об этом, да, поставить ли России, например, боеприпасы, вообще что ты думаешь, будет ли Китай реально помогать летальной военной помощью России? Такая опасность есть, вот когда Китай предлагал свой мирный план, да, вот сейчас, план был-то абсолютно ни о чем, он бессмысленный такой набор слов, вот, мы с тобой можем сесть и такой же план написать, и вот его ценность будет одинаковая совершенно, и то, наш наверняка будет содержательнее и умнее, либо это было сделано с целью, что Россия от него откажется, ну, потому что он Россию тоже не устраивает, так же, как, в общем, и никого, и на этом основании можно будет России в помощи отказать, либо он, либо откажется Украина с Западом от этого вот плана, ну, и, соответственно, можно будет России помогать, тут вот большой вопрос, какой они из вариантов выберут, но, как мне кажется, Запад сейчас совершенно недвусмысленно дает понять Китаю, что если он будет помогать России летальным оружием, то вот вот этот чудовищный абсолютно вот просто кошмарный механизм американских и европейских санкций, а его очень сильно недооценивают, на мой взгляд, он включится против Китая, и тогда у Китая начнутся проблемы, у него и так-то проблемы там выше крыши, да, они только-только, значит, выбрались из эпидемии чудовищной ковида, значит, и экономический у них спад там кошмарный, и вопрос с Тайванем не решен, и пятое-десятое, и сейчас еще влипнуть в американские санкции, западный мир, вот главный вывод, который сделал, как мне кажется, или делает сейчас западный мир из этой войны, это то, что диктатуры представляют чудовищную опасность для человечества вот в 21 веке, да, с учетом глобальности мира, с учетом там развития там вооружения и так далее и всего прочего, они представляют проблему очень большую, и эту проблему надо решать. Этих проблем, собственно, четыре, да. Россия, Иран, Китай и Северная Корея. Северная Корея там ее оставят на потом, потому что она так закуклилась и особо там никому проблем не создает, кроме южных корейцев. С Россией вопрос решается, с Ираном вопрос решит рано или поздно там Израиль и Америка, а вот с Китаем надо будет как-то решать ее в таком глобальном масштабе, и я полагаю, что Запад тоже сейчас вот даст понять Китаю, что либо он просто остается в стороне от этой истории, либо включается этот механизм, а он страшный просто. Я поизучал вопрос немножко, волосы дыбом на голове встали, как это вообще все работает. Ну, можно будет потом как-нибудь отдельно это дело обсудить. Несомненно, обсудим, но уже сейчас американцы ввели санкции, которые направлены против тех, кто помогает России обходить, уже введенные санкции, и я так понимаю, там в том числе или сейчас есть, ну, они уже есть, да, это точно, в предыдущих пакетах точно есть китайские компании некоторые, но они точно попадут туда, эти самые китайские компании, в будущие пакеты, вот, ну или же, если действительно Китай начнет помогать России полноценно в военном смысле, я думаю, что китайской экономике придет конец, натуральный конец, и, конечно, это будет обвал просто в мировых масштабах, в принципе, отзывется, конечно, на Западе, но что уж, такова цена действительно уничтожения вот авторитарных режимов, потому что другого варианта... Тоталитарных уже, даже не просто... В России тоталитарных. Именно что, тоталитарных, и в Китае тоже. Ну, что ж, Сергей, спасибо тебе большое за твою интересную беседу, и я призываю всех подписаться на телеграм-канал и ютуб-канал Сергея Услендера, ссылки на которые я делаю в описании к этому видео. Кстати, там же есть и ссылки на ресурсы, через которые можно помочь грузинскому легиону, у нас сейчас идет новый сбор. Мы собираем, уже собрали на две батареи, такие вот мини-электростанции, ну и вот сейчас 12 приборов ночного видения, на один из них тоже уже собрали, друзья, PayPal, Patreon, банковский счет, все это у меня в описании, можете помогать. До скорого! До свидания, Саша! До свидания!